всем добрый день или добрый вечер у нас сегодня вторая лекция наш дежурный слайд не забывайте отмечаться большое спасибо тем кто оставил отзывы к первой лекции значит один из комментариев был мы посчитали с кириллом достаточно полезным кто-то написал что лекция получается достаточно длинными и вам тяжело сидеть продолжительное время вот мы решили попробовать сделать такие 4 отрезка по 40 минут то есть у нас будет 40 минут интервал потом 10 минут отдых потом продолжим еще будем надеяться что вы сможете отдохнуть и как-то не так будете загружены вот но собственно еще раз напомню что не забывайте оставлять отзывы они помогают как-то улучшить нашу программу так на сегодняшний день у нас примерно вот такой план лекции сегодня поговорим про скажем так основные компоненты андроида да это собственно графический интерфейс то что мы с вами видим всегда на экране нашего телефона это собственно activity что это такое как они работают какие там есть проблемы потом мы поговорим про фрагменты это часть activity потом будет у нас про стандартные я элементы то есть графические элементы управления кнопки какие-то там выпадающие списки переключатели которые собственно используются в каждом приложении поговорим про layout это разметка в андроиде да это как ваши элементы располагаются на экране и гравити будет чуть-чуть там собственно как управлять расположением элементов на экране давайте сначала поговорим про activity ну собственно если кто-то не знает что такое activity если он впервые знаком с андроидом то вот активите это вот это белый прямоугольник на экране на самом деле обычная пустая activity собственно не содержит никаких элементов если вы создадите приложение с единственной activity пустой вот она будет примерно так выглядеть верхняя панель и нижняя не являются элементами как бы вашего приложения это системной части соответственно вам как разработчику отводится вот этот вот белый прямоугольник где вы можете размещать свои элементы для того чтобы activity у вас показалось в вашем приложении достаточно добавить класс который унаследованный от класса activity и объявить его в файле android manifest про android manifest мы говорили на первой лекции это важный файл в нем подписываются основные все компоненты вашего приложения из него операционная система android узнает какие компоненты есть в вашем приложении собственно activity объявляется небольшой такой секцией в этом xml файле здесь приведен самый простой пример activity у которой есть только лейбл то есть ее там название берется из ресурсов имя имя это собственно имя класса где у вас находится ваша activity да где она объявлена соответственно ru mail sample это package name a main activity это класс да то есть это java файл и и соответственно intent filter про него поговорим дальше он обеспечивает скажем так фильтр событий на которые activity будет реагировать от чего она собственно появится на экране значит если вы забыли объявить activity в android манифесте и пытаетесь ее создать из кода да то есть ну показать на экране у вас приложение упадет да то есть будет java runtime exception о том что такая activity не найдена почему такое происходит уже по моему кирилл говорил в прошлый раз что когда мы говорим про android мы всегда говорим о синхронности там много чего происходит не по прямому нашему вызову а когда кто-то нас вызывает activity не создается напрямую при при обращении к нужному методу start activity этот метод сообщит лишь операционной системе что мы хотим создать activity activity будет создана за нас фактически как бы средствами операционной системы после чего она покажется на экране соответственно чтобы эту activity создать операционная система должна знать необходимые параметры все их она вычитывает вот из этого android манифест файла если здесь activity не объявлена соответственно операционная система такой activity создать не может приложение падает поэтому про это надо всегда помнить и это очень частые случаи собственно когда пользователь в нашем случае разработчик создает там свое первое приложение создает класс activity все там делает запускает приложение на старте падает ну в первую очередь сразу надо посмотреть объявлено ли activity в android манифест это частая ошибка теперь смотрите уже по моему тоже про это говорили соответственно у activity есть набор методов которые вызываются опять же эти методы вызываются не нами то есть их вызывает операционная система и наша задача в них производить какие-то действия набор их в принципе довольно небольшой как видите все начинается вот этого зеленого человечка вызывается метод on create этот метод создается собственно вызывается в тот момент когда activity создана да то есть создан такой класс и мы должны ее проинициализировать обычно в этом методе устанавливается разметка activity то есть где как у вас будут располагаться элементы и находятся в иерархии вот всех ваших компонент нужные элементы на которые вы как-то будете реагировать соответственно activity принимает после этого состояние создана created затем будет вызван метод старт да он старт это значит что activity запущена и находится на переднем экране и соответственно у нее метод как видите старт и в скобочках помечено visible то есть она отображается дальше вызывается метод он резюм то есть что она продолжает работать и это собственно все тот конечный этап после которого activity как бы живет на экране можно с ней взаимодействовать компоненты будут реагировать считается что она полностью создана и отображается и все элементы в ней работают если вдруг поверх activity появляется какое-то окно всплывающий например вы потянули верхнюю шторку там вот с элементами знаете там где включить режим полета вай фай и так далее это значит частичное перекрытие activity когда у нас происходит частичное перекрытие activity вызывается метод он пауз то есть activity как бы в режиме приостановки считается что она еще не ушла на задний план но не должна в принципе обновлять свое состояние потому что человек будет удивлен если у него появляется на переднем плане какое-то окно всплывающие а под ним как-то еще обновляется информация да в пауза состоянии activity обновляться не должна дальше может вызваться метод стоп он стоп когда это происходит это происходит уже при полном перекрытие activity то есть когда она уходит на задний план если вдруг мы запустили какое-то другое приложение или открыли другую activity да она у нас заняла весь экран и предыдущие activity полностью спрятана соответственно вызывается метод он стоп после этого может быть вызван метод он дестрой метод он дестрой вызывается когда activity уничтожается уничтожается она опять же средствами операционной системы мы не можем прям подробно контролировать этот процесс вот этот метод он дестрой он может вызваться совершенно случайный момент времени то есть нету четкого до описания когда это произойдет в какой-то момент времени когда активите больше не нужно до операционной системе например один из таких случаев это нехватка оперативной памяти все наши устройства разные у кого-то много памяти у кого-то мало ее и операционная система должна как-то управлять приложениями чтобы у вас собственно приложение работала всегда которая на переднем плане те приложения которые на заднем плане эпизодические прибиваются для того чтобы освободить ресурсы потому что все они отъедают память соответственно метод он дестрой может быть вызван один такой момент это когда нехватка памяти но и может быть и другой момент когда вы нажимаете кнопку на телефоне назад 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 и возвращаетесь полностью на экран лончера да где у вас собственно иконки запуска приложений это значит что там стек всех activity он пуст и собственно можно как бы приложение закрывать и можно все activity тогда уничтожать обычно тогда он дестрой в этот момент времени тоже вызывается значит тут вот есть более подробное описание да ну фактически того же что я уже рассказал значит сейчас я попробую себе тут чуть-чуть увеличить это я не вижу так значит еще раз он креет да это вот как конструктор у стандартного объекта да если у вас вот и java объект вы создали да знаете что это такое то есть вы в конструкторе объекта обычно инициализируйте какие-то поля объекты вы не делаете каких-то еще действий вы просто производите начальную инициализацию соответственно в он резюм уже надо начинать как-то обновлять данные ваших компонентов возможно надо что-то откуда-то загрузить и отобразить в npaus надо соответственно прекратить всякое обновление но вон стоп надо быть готовым к тому что после этого нас вообще могут прибить да и ван дестрой это надо освободить все занимаемые какие-то ресурсы значит смотрите вот здесь сейчас есть небольшой список да как когда уничтожается activity значит был вызван метод finish разработчик может в том числе когда как я говорил что мы не можем он дестрой как-то принудительно вызвать но один из способов заставить его вызваться это вызвать метод finish если мы считаем что нам это activity уже не надо да мы хотим ее закрыть по какой-то причине мы можем вызвать метод finish значит после его вызова через какое-то время будет вызван метод он дестрой опять же вот нету прямого синхронного вызова до между финиш и дестрой до вызвав финиш не значит что тут же сию секунду вызовется метод он дестрой он может вызваться через 5 миллисекунд через 100 через там 500 мы не знаем когда это произойдет значит еще один вариант как я говорил когда мы нажимаем кнопку назад когда не освобождаются ресурсы и поворот экрана вот это очень очень важная деталь вы все знаете что телефон можно вот так вывертеть туда-сюда и в лэндскейпе он обычно отображается у вас интерфейс немножко по-другому значит вот в этот момент времени несмотря на то что всем кажется что просто экран как бы поворачивается да есть то есть приложение просто повернула свой экран в этот момент на самом деле activity уничтожается то есть уничтожается и создается новое activity да и соответственно у нас там заново происходит процесс инициализации есть в принципе способ избежать пересоздание activity при повороте экрана но google настоятельно не рекомендует это делать да то есть это не самый хороший подход можно в android манифесте объявить специальный флаг что вы сами контролируете смену ориентации экрана и как-то будете все обрабатывать стандартное поведение со стороны google считается таким у нас был портретный режим мы повернули экран теперь у нас лэндскейп да или альбомный значит в нем интерфейс скорее всего выглядит немножко по-другому возможно вы сможете или захотите даже применить какую-то другую разметку для лэндскейпа переинициализировать соответственно ваши юай элементы и отобразить интерфейс немножечко по-другому это все конечно хорошо но вот еще раз activity старая была это один был объект он уничтожился и создался новый если у нас что-то было там сохранено в полях класса то эти данные нам как бы недоступны все объект уничтожен про это надо всегда помнить это такая основная по моему боль android разработчиков что жизненный цикл activity непрост они уничтожаются в разный момент времени а данные которые мы отображаем на экране должны быть всегда актуальными и они должны где-то храниться вот хранить данные какие-то полезные внутри activity это вообще не самый лучший подход они должны в идеале хранится в другом месте но скорее всего все равно вам надо ну какой-то текст проставить там на экране еще что-то и когда вот эти данные вам надо сохранить да вы хотите в другой activity их отобразить перед уничтожением activity будет вызван метод он сейф инстант стоит да то есть метод когда мы хотим инстант соответственно это экземпляр до сохраните состояние экземпляра activity как вы видите на входе в метод приходит объект типа бандал бандал это такой универсальный в андроиде объекта много где используется грубо говоря в нем можно хранить какие-то значения по ключам да то есть если вы работали в каких-то языках программирования с классами типа например map да там или dictionary например то вам это должно быть знакомо у них есть возможность по ключу да это какое-то строковое значение обычно соответственно поставить какой-то параметр и его соответственно прочесть вот соответственно так можно сохранять данные в он сейф инстант стоит вам пришел вот этот объект вы в него напихиваете соответственно данные и когда activity новая будет создана там будет вызван метод он restore инстант стоит вот я сейчас даже еще вернусь чуть-чуть назад как вы видите в методе он create на входе тоже есть объект бандал туда придет в принципе тоже те же данные если вы их сохранили да и activity пересоздалась но опять же это не лучший способ вот там вот обрабатывать пришедшие данные потому что у вас activity еще не проинициализировано то есть вы должны сначала все объекты как бы создать а уже потом их значение выставить в нужные из бандла google рекомендует соответственно все таки использовать вот этот метод он на restore инстант стоит он будет вызван после метода он create до позже и если он вызвался там вот этот объект бандал точно есть то есть не надо проверять он например ну или не ну да он там есть и вы можете прочесть из него данные а вот в методе он create этот объект может быть ну да соответственно если у вас ничего не сохранилось теперь вот смотрите тут вот написано внизу важно что если метод он save instant state был вызван это еще не значит что будет вызвать метод он restore ну во первых activity на самом деле может быть так и не уничтожено да то есть вызвался метод он он save state а он до строит ну по какой-то причине так и не вызвался то есть вот вообще этот метод должен вызываться перед уничтожением но не сказано опять же в какой момент времени и на основе у они чего он вызывается поэтому он может вызваться а он дестрой не позвался и соответственно мы туда какие-то данные сохранили но у нас потом метод он на restore так и не позвался поэтому не надо рассчитывать на том что в он restore всегда будут данные да какие-то потом вот эти данные они вообще хранятся недолго при повороте activity обычно они собственно доступны а вот если мы соответственно именно там нажимаем кнопку назад а потом через некоторое время запускаем приложение заново туда вот этот объект не придет то есть вообще не надо рассчитывать на то что это как какой-то такой знаете постоянные место хранилище ваших данных да это просто такой временный объект на тот случай вот если у вас быстрое происходит пересоздание activity на больше рассчитывать не надо и опять же у вас приложение не должно перестать работать если у вас метод он restore вот этот не был вызван ну то есть если он не вызвался окей вы просто не заполняете данные которые в нем есть но в целом приложение должно работать да если вдруг даже пошло что-то не так он не вызвался у вас там должны быть ваши какие-то значения по умолчанию быть проставлены но в целом приложение должно быть в рабочем состоянии вот здесь приведен пример как примерно вызывать эти методы ну тут интерфейс как видите очень простой вот вверху метод он сейв instant state он вызывается да значит тут соответственно вызывается там метод put int да то есть положить какое-то целочисленное значение вот по вот этому ключу здесь по вот этому ключу они объявлены у нас вот константами и соответственно не забывайте вызвать метод у родителя да когда у саппер вы вызываете он сейв instant state и дальше передаете тот же самый объект почему это важно activity сохраняет вот иерархию в юшек которые вы там создали тоже вот в этом объекте да и соответственно как раз родитель произведет вот эти действия он там вот сохранит иерархию вот этих view вот ну и вот соответственно он restore instant state когда он позвался первым в первую очередь вы вызываете метод у родителя чтобы он восстановил да какие-то свои данные которые он сохранил а дальше вас на восстанавливайте значение которое вы туда записали в соответственно поля get int и здесь тоже get int и вы там какое-то да там значение уровень может быть там все что угодно теперь смотрите еще что очень важно вот эти данные которые передаются через вот этот объект bundle их можно и мы сейчас чуть позже поговорим про объекты intent что это такое туда тоже можно этот bundle запихивать вот их размер должен быть очень небольшим на там все приложение отводится по моему порядка одного мегабайта данных которые могут быть сохранены вот в этих разных там бандлах да то есть запихивать вот сюда в bundle например какой-нибудь image да не надо или какой-то ну большую там я не знаю там джейсон файл или еще что-то в идеале там должны быть какие-то небольшие короткие значения если вы хотите сохранить какие-то строки если это длинный какой-то большой текст сохраните его там в базе данных а здесь просто сохраните ключ соответственно к базе ну к таблице откуда вы эти строчки получите если эти строки есть в ресурсах соответственно вы сохраняете просто айдишник ресурсов мы в дальнейшем поговорим вообще как к ресурсам обращаться по вот этим айдишником то есть еще раз там надо сохранять очень очень малый объем данных теперь смотрите тоже такую вот картинку интересную значит вы я надеюсь знаете как работают консольные приложения да они во всех операционных системах linux windows там mac с работает примерно одинаково это соответственно мы уже там даже говорили на первой лекции вызов методомейн вашем приложении дальше вы выполняете последовательность действий там может быть вызов еще каких-то методов и еще что-то но в конечном итоге вы вызываете return 0 до который показывает что собственно приложение корректно завершилась и приложение на этом ваша завершается да то есть это нормальное поведение приложения вы знаете что вы набрали какую-то команду нажали enter иногда надо немного подождать что-то происходит и хоп нам вернулся какой-то результат в командной строке это как бы вот такое поведение консольных приложений у нас есть одна точка входа одна точка выхода и посередине происходит какое-то праве преобразование данных графические приложения работают не так и опять же в windows и в mac os в линуксе вы я думаю видели что вы запускаете приложение у вас появляется окошко и она никуда не исчезает да то есть приложение не прекращает свою работу вы его можете там таскать нажимать какие-то элементы меню и все это работает приложение не закроет и закроется на только в тот момент когда вы там нажали например крестик да то есть принудительно его закрыть в андроиде все примерно так же сама там просто крестика нету но принцип работы одинаковый как это осуществляется у вас тоже есть фактически метод main до который вызывается и внутри него есть просто бесконечный цикл вот то есть какой там вайл там true и все и он крутится постоянный поэтому приложение никогда не завершается дальше внутри этого цикла есть обработчик очереди сообщений операционная система для того чтобы сообщить вашему приложению что произошел какой-то ввод либо пользователь нажал аппаратную кнопку либо он нажал на экране кидает соответственно сообщение да вот в эту очередь сообщений они набираются и в этом цикле фактически что происходит вы вычитываете из очереди сообщения их последовательно вытащили одно поняли что это как бы за действия его произвели и дальше вычитываете следующие так соответственно последующие последовательно все выполняется это все выполняется в так называемом основном или main потоки для графических приложений его называют ей поток и да это тот поток который создается при создании вашего приложения при создании процесса он у вас всегда как минимум один соответственно на запуске есть и в нем вот это вычитывается очередь сообщений в андроиде там все немного устроено более сложно там есть специальный класс лупер хендлер кирилл наверно потом вам расскажет поподробнее как они работают но принцип в принципе такой же то есть грубо говоря это просто очередь сообщений и мы на них реагируем так происходит собственно и вызов вот этих методов у activity да он create он старт это значит что просто попадает специальное там сообщение в эту очередь и дальше у нас соответственно у activity вызывается нужный метод и вызываются они вот как бы последовательно да потому что это один и тот же поток теперь смотрите если мы из нашей первой activity которая вот вызвался метод он креет потом он старт потом он резюм то есть она здесь в рабочем состоянии мы вы вызываем создание следующей activity значит у нас в какой-то момент времени дальше появится вызов он create activity 2 да там пришло нужное сообщение вот здесь она где-то обработалась потом вызовется метод он старт потом например у activity он пауз вызовется а у activity 2 он резюм как видите я специально разделил их вот и по цветам и по последовательности значит google сейчас утверждает в описании что последовательность этих вызовов да он create он старт он резюм а только потом вызов соответственно он пауз и он стоп у 1 activity он как бы константные вызова ну и так всегда на каждой операционной системе происходит именно в таком в такой последовательности но на своем опыте могу сказать что это не так да на андроиде там 4x я точно сталкивался с тем что вызов вот этих последовательности вот этих методов он может не совпадать да то есть вызов методов у 1 activity и у 2 да вот когда он стоп когда он старт вызовется они могут быть расходиться поэтому не надо закладываться на то что например сначала в activity 1 вызовется он стоп а у 2 после этого вызовется он старт может быть совершенно наоборот вызвался он старту 2 а лишь потом вызвался он стоп у 1 до или вообще там соответственно может еще несколько событий разных произойти вот на это закладываться просто не стоит да то есть потому что некоторые бывают подписываются на обновление данных в этих методах да и и думают что если вот здесь вызвали он стоп то там вызовется сейчас он старт на это закладываться нельзя второй момент про который надо помнить это соответственно как видите я сюда поместил долгая операция да и вот тут время за красным о чем надо помнить если вы в одном из этих методом в любом он старт он резюм там он пауз он креет неважно выполняете какую-то длительную операцию например читаете из файла до большой объем данных либо по сети что-то соответственно скачиваете неважно то операция которая может занять скажем ну сотни миллисекунд или даже секунды вот когда она выполняется у вас вот эта очередь сообщений дальше не обрабатывается да то есть у вас вот на этом действии все крутится а следующие сообщения которые сюда пришли они не обрабатываются что происходит ну если у вас там windows то вы наверное могли видеть когда у вас приложение подвисает вы начинаете его таскать и она за собой там например следы такие оставляет по экрану это значит что просто не приходит сообщение на перерисовку точнее она в очередь попала но она не обрабатывается и окошко не перерисовывается до в андроиде ну почти то же самое просто там окно занимает весь экран и его подвигать нельзя но экран в этот момент мне не обновляется пользователю кажется что приложение повисло да то есть вы нажимаете она никак не реагирует а через какой-то промежуток времени по моему это там 10 секунд google вообще покажет вам вперед всплывающее сообщение о том что приложение не отвечает и давайте может быть его прибьем да и там кнопочка принудительно его завершить это специальное как бы действие да google принудительно его вызывает именно на тот случай если приложение действительно повисло то есть но у вас там произошла какая-то ошибка серьезное приложение больше не может работать поэтому чтобы вот вас не прибивали не надо выполнять длительных каких-то операций внутри одного из методов вот которые вы переопределяете activity все что связывает как бы вот с этим юай потоком все эти действия должны выполняться очень быстро на следующей лекции по моему уже будем говорить про потоки да соответственно как ими управлять в андроиде вот все длительные операции они должны выполняться в новом потоке всегда в андроиде да соответственно вас не должно быть длительных вызов про это надо помнить потому что первое домашнее задание вы получите уже там завтра я его выложу она будет достаточно простым но собственно там надо будет учитывать во-первых поворот экрана да про то что говорили что activity может пересоздаваться надо сохранять состояние второе соответственно там надо будет какое-то время ожидать и это надо делать не в основном потоке теперь смотрите есть еще такая штука называется она task и backstack значит task это вот набор activity да и activity у вас в приложении может быть несколько и вы можете их последовательно вызывать у вот этого таска да как задача есть так называемый backstack куда эти activity помещаются то есть складываются что такое структура стек я думаю вы знаете да соответственно как стопочка тарелок да мы кладем а вытаскиваем верхнюю вот соответственно одна и та же activity на самом деле может иметь несколько экземпляров в стеке то есть вы когда например создали activity 1 из нее соответственно activity 2 из нее activity 3 из activity 3 вы можете заново создать activity 1 и это будет просто новый экземпляр вашей activity то есть в этом стеке у вас будет в самом начале первое activity да еще в самом конце тоже она же и когда вы будете нажимать кнопки назад вы к 1 соответственно вернетесь ну и соответственно тут показан примерно похожий режим работы да вот у вас был пустой стек был была в нем 1 activity вызов запустили activity 2 1 ушла вниз 2 наверху потом третье потом здесь вы нажали кнопочку например назад activity номер три уничтожается из тека номер два поднимается наверх ну как бы все в принципе достаточно понятно но есть определенная тонкость вот этот таск он у каждого приложения фактически свой когда вы из окошка ланчера да то есть где у вас иконки приложения запускаете какое-то приложение под него создается новый стаск да и соответственно в нем вы уже ходите между своими активить это сделано для того чтобы у вас как бы не нарушалась последовательность перехода между экранами в основном до экране то есть где у вас лончер и в вашем приложении вот когда вы создаете новую activity она создается в этом же вашем таске но в принципе есть возможность принудительно указать что для activity вы хотите создать новый таск да и если вам это действительно необходимо в принципе это бывает иногда полезно мы такой подход при этом создании наших приложений использовать не может не будем он в принципе не так часто используется но про него надо помнить один из таких случаев если вдруг мы создаем activity из сервиса что такое сервис и мы еще в дальнейшем поговорим но когда вы там запускаете activity у вас фактически нету как такового да там таска и стека активе поэтому вам всегда надо создавать новый ну собственно теперь смотрите как вообще вот эти activity создавать до чтобы они вот помещались в наш этот стек у нас есть два типа intent of intent это специальный объект до служебный в android sdk который но представляет из себя фактически некоторое сообщение которое мы отправляем да и их бывает два типа explicit и implicit intent значит в основном когда мы внутри своего приложения вызываем свои activity да то есть свой по свою последовательность экранов мы используем explicit intent да то есть жестко за жестко заданный и он создается вот так первый параметр всегда надо передавать объект контекст до activity сама по себе является тоже унаследована от контекста поэтому можно передавать объект взрыв да когда мы этот код из activity вызываем второй параметр это собственно класс той activity которую мы хотим показать на экране да то есть вот соответственно класс это тоже объект в java поэтому вот у вас есть такой класс скажем words writer там какой-нибудь и вот вы его сюда передали и затем вызываете метод старт activity да этот метод есть у activity там и соответственно там внутри сервиса все поместили сюда этот объект и activity будет создано опять же незабываем о том что она будет создана не сию секунду а спустя какой-то период времени то есть activity менеджер разберет вот это сообщение поймет что мы хотим запустить передаст в наше приложение и дальше запустится activity будет она там второе создано но бывает исключение например нам иногда надо показать activity другого приложения я думаю вы прекрасно знаете что там из многих приложений можно открывать ссылки да и они открываются в браузере в андроиде как это происходит это происходит через так называемый implicit intent то есть неявный когда вы не знаете как называется класс той activity которую вы хотите показать это вполне логично когда вы хотите показать что-то в другом приложении да вы не знаете как какие там классы но есть такой набор параметров по которым можно сказать другому приложению ну примерно что вы хотите показать один из таких способов называется экшен вот он здесь значит это на самом деле просто строка просто в своем android манифесте and drop android приложение говорят что они могут реагировать на вот такой экшен сейчас мы вернемся прям я думаю самое начало секундочку так это было объявление а вот 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 помните вот этот intent filter да вот как раз здесь объявляется на какие события ваша activity может реагировать видите вот здесь как раз указан action android intent action main и категория android категория ланчер вот этот фильтр указывает что наша activity реагирует вот на такой action и если кто-то его нам отправит да в наше приложение то мы соответственно вот эту activity и покажем поэтому как бы ланчер не знает какой класс да отвечает за activity в наше приложение но он знает что у нас приложение реагирует вот на такой соответственно экшен и он будет отправлен в наше приложение и дальше покажется вот это наша activity именно посредством вот такого имплисит intent а так это у нас вернемся вот в данном случае мы используем action view вот видите это константа которая объявлена внутри класса intent есть определенный набор экшенов который уже задекларирован в android операционной системе и вы либо можете реагировать на них либо их использовать для соответственно открытия каких-то приложений вот когда вы указываете action view то есть отображение и в дате вот здесь указываете текст очень похожий на http там или https ссылку да то соответственно операционная система знает что вы наверное хотите открыть какую-то ссылку и соответственно тот кто объявляет в своем android манифесте что он может реагировать на такой экшен и умеет открывать ссылки он собственно и будет вызван если у вас несколько таких приложений то соответственно что произойдет я думаю вы тоже видели у вас появляется такое всплывающее окошко чем вы хотите открыть да например если у вас несколько браузеров там chrome firefox яндекс браузер то у вас их будет три штуки вы указываете что либо всегда открывать либо только один раз да и операционная система открывает потому что она не знает да чем вы хотите отобразить вот эти данные соответственно дальше все остается на выбор пользователя но бывает еще такой случай да это вот как бы это про запуск activity два способа explicit implicit intent но бывает когда нам надо запустить activity а потом еще получить оттуда результат да в настольных операционных системах это обычно называется модальное окно то есть которая появляется поверх вашего окна предыдущая становится как бы не рабочим и когда она закрывается возвращается результат в основное окно в андроиде такого нету они немножко все сделали по-другому и собственно там все на activity и можно просто попросить другую activity до чтобы она соответственно вернула нам какой-то результат как это сделать когда мы запускаем сторонние activity как видите вот это получатель это то activity откуда мы запускаем второй activity и которая будет ждать какого-то результата значит что мы используем создаем обычный такой же intent как уже был у нас но вызываем метод не старт activity а вызываем старых ките for result и видите здесь передаем числовое значение значит вот так в коде писать не надо да соответственно вот такие вот видите используйте константы значения должны быть вообще в хорошем коде вынесены у вас куда-то в статические константы потому что в одном месте вы ее объявляете потом в нескольких местах используете чтобы она вдруг никак не потерялась дальше вы переопределяете внутри своей activity метод он activity result который получает на входе три параметра код там result и какую-то дату значит что это такое вот в этот метод вернется как бы результат от второй activity если она соответственно его проставила и соответственно вы дальше можете проверить код да что он совпадает вот с этой числе вот с этим числом для чего это сделано вы можете несколько activity запускать одну вторую третью четвертую от каждой из них получать какие-то результаты и вам надо знать что вот это пришло из этой activity это из этой это из этой для этого собственно используется вот эта константа вот это вы используете для activity 2 для activity 3 тут будет скажем 5 4 3 2 1 ну и так далее да сами выбираете эти идишники и соответственно вот здесь вы по ним определяете что пришел результат именно от этой activity дальше вы проверяете вот этот вот сам result дать числовое значение вот этот result ок это константа которая собственно объявлена внутри класса activity их там несколько да есть и ока есть cancel соответственно что произошла отмена ну и дальше вы можете у вот этого интента дата проверить тоже полях из экстра да там тоже могут быть по ключам какие-то данные ну и если там что то есть мы с ними что-то делаем так нам вернулся результат в activity 2 соответственно все что вы делаете это создаете объект дата да если вам надо что-то передать именно не просто там сообщить о результаты успешно или нет а именно вернуть какие-то значения кладете в путь экстра например резалт да там какую-нибудь строчечку и дальше вызываете метод set result result ок и помещаете вот этот вот объект и соответственно он вернется ваше первое activity если вы здесь напиши напишите там result cancel да то у вас первое activity ну вот в этот вот условие вот в это не попадет до cancel значит пользователь отменил например действие нам нечего оттуда вычитывать собственно вот так происходит передача данных опять же еще раз как мы видим здесь используется объект intent как я говорил в случае с bundle при сохранении состояния не надо туда запихивать какие-то большие данные до подразумевается что вы туда ну какие-то там числовые небольшие значения строчку какую-то небольшую вернули по которой первое activity уже может понять все необходимое вот ну собственно давайте прервемся дать 10 минутный перерыв и продолжим дальше про фрагменты следующая часть это фрагменты собственно как вы поняли с activity я думаю все не так просто живут они какой-то своей жизнью и портят жизнь разработчику вообще хотелось рассказать немножко как так получилось да и для чего вообще так было сделано да вот это вот пересоздание activity вытеснение их и так далее когда android только разрабатывался как операционная система это был там еще 2005 там 2006 год мощности устройств были очень небольшие то есть ну чтобы сравнить это тогда таким наверное одни из самых мощных процессоров это были intel x scale частота где-то порядка 400 мегагерц объем оперативной памяти где-то там 64 ну максимум 128 мегабайт оперативной памяти это не тот сторидж да именно оперативной памяти и как вы понимаете это ну как бы реально немного по сравнению с сегодняшним временем когда у нас идет процессор где-то полтора два гигагерца в телефоне плюс него там четыре ядра и у вас там оперативной памяти там от одного гигабайта до там шести например то есть ну не сравнить и вот в тот момент времени казалось что такой подход он действительно неплох до с activity то есть вот они должны мало ресурсов потреблять в любой момент операционной системы их может вытеснить и они должны как-то пересоздаваться еще что-то но на сегодняшний день это больше создает проблем чем пользы то есть если вы там почитаете какие-то дополнительные материалы описание почитаете там где-то на форумах как народ жалуется на собственно то что сложно управлять вот этим жизненным циклом вам станет понятно что жить с этим не так уж легко и вам будет как разработчикам тоже немного сложно значит собственно еще раз напомню что просто надо не забывать никакие объемные данные внутри activity не хранить при пересоздании activity их тоже не передавать до объемные данные если вы что-то загружаете объемная большой из до из базы данных с файлы по сети вы делаете это фоновом потоке до activity слушает еще не забывайте тоже про эту важную деталь когда вы что-то делаете в фоновом потоке до вам потом эти данные как-то надо обратно в activity получить вот вы грубо говоря в методе он старт запускаете это действие а в методе он стоп либо вы его завершаете либо отписываетесь да то есть от того источника который будет вам от те данные предоставлять про это надо не забывать потому что очень много ошибок связанных с тем что activity закрывается вызывается уже метод он стоп чуть ли не он до строй а асинхронная вот эта операция фоновая она завершила выполнение и пытается что-то вернуть в activity а ее состояние там уже неопределенное и приложение часто падает про это надо собственно помнить и многие разработчики думали что когда появились фрагменты что вот оно появилось то счастье которое избавит нас от вот этих проблем даст с несколькими activity следить за их жизненным циклом когда там кто в какой момент времени создастся еще что то потому что фрагменты это компоненты activity сейчас вот мы немножко про них прога поговорим значит что это такое какой у них жизненный цикл что такое менеджер фрагментов и как их использовать там включая фрагмент менеджер да значит смотрите вот какой-то момент времени помимо смартфона у нас появились планшеты да это было наверное уже я не знаю лет шесть-семь назад значит в этот момент времени для планшетов google выписал новую версию android операционной системы 3.0 да на смартфонах на тот момент времени была версия 2x да там 2 1 2 2 2 3 а на планшетах 3.0 и там появился новый epi фрагменты с помощью него google считала что облегчит жизнь создание вот приложений когда она вот в таком вот варианте да то есть на планшете вы обычные в альбомной ориентации пользуетесь и у вас там какой-то список сбоку друг часть информации с другого края находится то есть уже не один экран а как бы два экрана у вас на и да на большом экране располагается разные данные значит но при этом это же приложение по-хорошему должно работать на телефоне то есть не предполагается что вы будете делать отдельно приложение для планшета отдельно приложение для смартфона но сейчас если вы увидите современные приложения то у многих из них вы увидите внизу вот такую панельку да называется она bottom navigation bar и google сейчас настоятельные рекомендует именно с помощью нее осуществлять навигацию в вашем приложении то есть если у вас несколько экранов то у вас должна быть снизу панелька вы между ними между этими экранами так переключаетесь нажимаете на кнопочки это пошло в свое время еще из операционной системы айос да то есть там это было еще очень очень давно некоторые android разработчики пытались такую панель принести на android еще в времена android даже 2x там 4x и в делали ну как бы сами такой элемент google не рекомендовала его использовать говорили что это плохой подход что так делать не надо но на сегодняшний день они наоборот пришли к заключению что вот это более лучший способ управления телефоном почему телефоны со временем становятся крупнее я думаю вы знаете да экран становится больше если раньше экран больше пяти дюймов это назывался там фаблет да то есть почти планшет в руке и таких моделей было несколько и покупали их только те пользователи ко вторым но действительно нужен был большой экран то сейчас наоборот большинство телефонов именно с большими экранами то есть пользователям они понравились что данных помещается больше шрифт крупнее все подробнее я думаю вы также замечали что пользоваться верхней областью экрана одной рукой неудобно да то есть обычно у вас палец большой который управляет он находится где-то в двух три третях экрана да и ближе даже к нижней части значит вот такая нижняя панель она действительно облегчает вам переключение когда у вас несколько экранов чтобы у вас не были где-то кнопки наверху например а находились внизу на это нас на самом деле на на мой взгляд здорово плохо что google к пришло к этому существенно позже и вот при таких вот экранах до переключения там тоже используются фрагменты значит что же это все-таки такое фрагмент это ну как бы такой контейнер да он на самом деле пустой просто это некоторая область на экране внутри которой может быть какая-то иерархия ваших view до то есть тех элементов графических которые отображаются этот фрагмент соответственно можно при желании показать один в активе тя можно два собственно примерно такой подход использовался при рекомендации в создании приложений для планшетов вот здесь он указан да вот здесь у вас два фрагмента один список один какое-то детальное описание и для планшета для планшета у вас разметка сделана так что у вас два фрагмента помещается рядом один слева другой справа и вот они работают когда же у вас приложение запускается на экране телефона у вас те же самые два фрагмента вот один а вот второй но они отображаются не одновременно а последовательно вы между ними переключаетесь сделать это можно в принципе с помощью фрагмент менеджера и и когда вот здесь у вас кнопочки и какие-то данные отображаются на экране при нажатии на каждую из этих кнопок на самом деле происходит смена фрагмента да то есть фрагмент это просто контейнер внутри которого живут наши юай элементы но у него есть тоже жизненный цикл почти как у активе ти он с ним совпадает тут такая картинка достаточно подробная на самом деле список методов почти такой же как у активе ти единственное что отличается у него есть метод например он оттач он вызывается в тот момент времени когда фрагмент как бы пристыковывается к активе ти до фрагменты без активе ти не живут дальше у нас там стандартный метод он креет очень похожий как у активе ти вызывается почти в тот же момент времени потом вызывается метод он креет view вот этого активе ти нету мы поговорим зачем он соответственно он активе ти креет от потом вызывается он вызывается после того как активе ти полностью созданной соответственно инициализация завершилась потом он старт он резюм а дальше соответственно стандартный он пауз он стоп он до строй view он до строй и он д тач соответственно все что отличается от активе ти здесь это он для строй view которого нету да ну он соответственно связан с методом он креет view там создается в юшка тут она у нас уже уничтожается метод он де строй как у активе ти да это когда фрагмент уничтожается и он д тач когда фрагмент отстыковывается активе так тиви то есть с ней уже не связан то есть вот в эти моменты времени фрагмент еще может как бы на самом деле жить но активе ти там может уже не быть и про это надо помнить ну тут соответственно все вот этот перечислено теперь смотрите как фрагмент объявлять значит есть два способа объявления фрагмента тут мелко вы извините но по-другому было никак не упихнуть значит когда вы объявляете разметку для своей активе ти про разметки вот в следующей части будет кирилла рассказывать значит вы ее объявляете вот специальном xml файле это например там line и лоял и в нет внутри этой разметки вы объявляете секцию которая называется фрагмент видите ну в андроиде все на xml файлах сделано потому что собственно он создавался в те времена когда xml был очень популярен и вот вы здесь объявляете опять же имя да какое-то package name и название класса и его там айдишник айдишник здесь авто генерируется это список ну дальше остаток там не нужен значит здесь примерно как с activity да то же поле имя используется для того чтобы указать какой класс относится до за вот этот вот фрагмент потому что он должен быть в отдельном java классе унаследован от объекта соответственно от класса фрагмент ну и есть второй способ создание activity это из кода то есть не надо внутри разметки ничего объявлять вы просто в коде создаете фрагмент вручную вот так просто создаете свой экземпляр класса потом обращаетесь к фрагмент менеджеру он есть у activity да увы у activity вызываете get fragment менеджера и метод соответственно begin transaction begin transaction это значит что вы какую-то последовательность действий с фрагментами хотите сделать дальше вы вызываете метод там например replace или это значит replace он заменит какой-то существующий экран как бы объекты до в разметке данном случае вот такой фрагмент контейнер на вот этот вот фрагмент а если это вы вызовете до добавить то он его просто добавить туда потом вы можете вызвать метод add to backstack ну этот метод не обязательно сейчас объясню для чего и соответственно потом transaction commit это соответственно выполнить эту транзакцию ну и соответственно fragment менеджер произведет действие в данном случае заменит вот этот вот участок в activity на вот этот вот фрагмент вот этот метод add to backstack означает что вы хотите чтобы при нажатии на кнопку назад этот фрагмент как бы ну убрался да то есть как как activity у нас из стеков да вот этих вставки убираются когда мы нажимаем кнопку назад также и фрагменты могут убираться назад для чего это сделано когда у вас навигация внутри приложения сделано на фрагментах то есть вот у вас есть один фрагмент да это какой-то контейнер с какими-то элементами вы нажали на какую-то кнопку и вы хотите показать ну как бы второй экран то есть на другой набор элементов что вы делаете вы этот соответственно либо полностью убираете фрагменты либо не трогаете а добавляете новый через метод и да и когда вы нажмете кнопку назад вы хотите чтобы вы вернулись в первый фрагмент да вот этот вот как раз метод эту backstack он позволит вам соответственно вернуться если вы его не вызывать то у вас как бы набор вот этих фрагментов на кнопку назад не среагирует а среагирует ваша activity у вас целиком activity завершится ну соответственно для чего нужен фрагмент менеджер да он позволяет нам управлять фрагментами позволяет их добавлять позволяет работать со стеком этих транзакций да туда можно добавлять все идет вот через transaction и соответственно надо не забывать вызывать метод потом коммит для того чтобы закоммитить сейчас может немножко непонятно да как вообще это работает но вот я сейчас закончу про фрагменты рассказать и покажу небольшой пример где у нас будет соответственно activity у нас будет там маленький пример с фрагментом да как происходит его добавление на экран значит но как я говорил появились фрагменты в вообще в android 3.0 но вот эта операционная система она была только для прошла для планшетов то есть на телефонах она вообще никогда не выходила вот в арагменты потом появились соответственно в android 4 до версии а до этого их не было для того чтобы вам работать как-то с фрагментами в телефоне на версии 2x google в свое время создала специальную библиотеку называется она support library да мы ее будем активно использовать по моему про нее уже несколько раз упоминали тоже на первой лекции значит для чего она сделана когда у вас выходит новая версия операционной системы android там появляются какие-то новые api которые доступны соответственно только в этой версии android а в предыдущих их нету и для того чтобы как-то их ну скажем эмулировать на предыдущей версии или сделать вместо них заглушки google поддерживает вот эту support library до библиотеку обратной совместимости чтобы у вас часть вот этих методов новая версия операционной системы появилась и на старой то есть она не входит до в комплект самой операционной системы а просто распространяется вместе с вашим приложением вот так же фрагменты по и попали вот в эту support library до в свое время и для того чтобы работать с фрагментами и они были доступны вообще на каждой одной из версий операционной системы android надо чтобы ваша activity наследовалась вот от от комп от activity это ну самый современный такой класс и support library которая рекомендуется для от которого надо наследовать activity там есть еще есть в принципе фрагмент activity это другой класс который раньше появился и раньше его использовали да вся собственная идея в том что у activity у наследованных вот вот такого класса есть метод не get support не get fragment manager да есть get support fragment manager да он отличается то есть он вернет support fragment manager get fragment manager вот этот метод он будет работать только на андроиде 4x да если вы попробуете вызвать его на android 2x у вас приложение попросту упадет потому что у activity нету на самом деле внутри операционной системы такого метода вот поэтому рекомендуется использовать get support fragment manager но на сегодняшний день в принципе конечно уже никто не поддерживает android 2x да в основном поддерживает android 4 и старше поэтому в принципе можно использовать фрагменты которые идут вместе соответственно с операционной системой на вашем телефоне но так как все равно в activity появляются какие-то новые возможности настоятельно рекомендую вам всегда наследоваться не от activity а именно от об комп от вот это вот библиотека android support library она сейчас по умолчанию прописывается в каждое приложение созданное с помощью android студии если вы создаете проект с помощью android студии да с помощью wizard нажать и next next у вас там зависимостях будет support library да и соответственно используйте ее и наследуетесь именно от об комп от activity и старайтесь вот использовать get support fragment manager самое главное про что надо помнить что фрагменты из support library они как бы несовместимы с фрагментами которые у вас в вашей операционной да в и 5 то операционной системы которая у вас на телефоне и если вы попробуете в support fragment менеджер запихнуть фрагмент который создан не вот унаследованы вот класса фрагменты support library у вас будет ошибка и наоборот если вы попробуете фрагмент унаследованный там от support library до фрагмента запихнуть в обычный фрагмент менеджер который get fragment у вас опять будет ошибка то есть про это надо не забывать еще про что надо не забывать при работе с фрагментами это очень важно у фрагментов есть конструктор как вы видели вот был слайд сейчас можно попробовать вернуться к нему вот внизу что мы здесь фрагмент создаем сами ручную в отличие от activity когда мы создаем activity да ну мы не знаем когда она будет создана в какой момент времени и что это будет за объект а вот тут мы контролируем создание объекта и очень большое искушение внутрь конструктора вот сюда вот передать какие-то данные да потому что это кажется логичным что если мы хотим фрагмент проинициализировать какими-то данными то как любой там java или c++ объект мы передаем наши данные в конструкторе и они действительно туда в принципе попадут но google в android студии вам подсветит там код такой да там будет warning о том что это неправильное использование у фрагментов всегда должен быть только один конструктор это конструктор по умолчанию пустой почему когда у вас activity пересоздается да например при повороте экрана операционная система пересоздает в том числе все созданные вами фрагменты да вот эту иерархию фрагментов то есть вам их повторно создавать не надо и в этот момент времени конечно же операционная система будет звать конструктор по умолчанию но потому что она не знает какие данные вам надо туда запихнуть внутрь да то логично и у вас создастся фрагмент а данных как бы нету на входе это одна из ошибок которые новички совершают да они думают что их можно передать и они там будут соответственно всегда они взяли повернули экран туда-сюда и у них уже этих данных на экране нету потому что они потерялись у фрагмента есть метод называется он set arguments и на входе как вы догадаетесь он получает объект типа bundle да как вот там activity и так далее это тот метод который соответственно рекомендуется использовать для передачи каких-то данных во фрагмент вы в этот bundle опять же по ключ значения запихивайте какие-то данные выставляете а во фрагменте вы соответственно уже эти данные можете вытащить про это соответственно надо не забывать ну можно немножко подробнее рассказать еще вот про support library да для чего вообще она была создана ну как я говорил она упрощает нам жизнь потому что появляется некоторые новые и 5 и это сделано для того чтобы у нас не было вот примерно вот такого кода значит смотрите вот здесь есть несколько проверок во первых есть объявление вот этого класса и ему добавлена аннотация target 16 до что вот этот вот класс он будет использоваться только на андроиде с и 5 16 и выше да это там android 401 а вот здесь до проверяется какая версия у нас с операционной системы и вызывается либо метод из этого класса либо соответственно дефолтные извьюшки да соответственно этот будет вызываться только если у нас более свежая операционная система ну и здесь соответственно то же самое для чего это сделано собственно чтобы ваше приложение не упало до google видит когда вы пишете использование какой-то метода до в android studio это так сделано что вы используете какой-то и 5 которого нету в той операционной системе которая у вас указана в таргет и 5 да то есть куда вы будете минимальная версия операционной системы на которую вы будете устанавливать приложение да там мин sdk вверх и android studio вам тогда подсветит этот метод и скажет эй внимание этот метод соответственно там не поддержится не будет работать вот чтобы вот этих ворнингов не было есть вот такая специальная аннотация называется target api вы как бы говорите что все в порядке я знаю что этот метод доступен только в более свежих версиях android и знаю что его надо именно на них вызывать тогда у вас ворнинга не будет ну и соответственно вам надо будет проверить версию чтобы приложение ваше банально не упала вот чтобы вот такого кода не писать до в большом количестве у нас есть support library то есть там многие методы собственного так примерно окружены такими же проверками помимо того что вот как бы там есть фрагменты там есть еще много разных и 5 и вот они добавлялись примерно вот так последовательно у нас как бы есть грубо говоря ну несколько версий support library но сейчас она объединена фактически в единую значит у нас есть секция v4 это там соответственно и 5 которые доступны с и 5 level 4 и выше да это android 16 самый-самый старый android у нас есть support library в 7 это соответственно android 26 это level 7 соответственно выше в 8 в 13 соответственно 18 соответственно и еще есть там поддержка multidex вот эта вещь тоже очень важная значит смотрите так получилось исторически что виртуальная машина java которая на андроиде да вот этот далвик он может работать с вашими там классами если у вас в вашем приложении не более 65 там 536 тысяч методов да это на самом деле размер short он называется да то есть два байта вот то есть если грубо говоря во всем вашем приложении больше методов чем 65 тысяч то как бы операционная система до виртуальная машина не сможет с ними работать и на самом деле у вас такое приложение будет падать потому что у вас будет сообщение о том что метод не найден происходит это потому что во время инициализации вашего приложения при запуске там класс loader на самом деле загружает фактически все классы пробегается там по всем методам и соответственно упирается в этот лимит как вы понимаете учитывая о том что я это говорю это на самом деле не такая редкая проблема большое количество библиотек большое количество кода большое количество вообще объемных приложений например таких там как facebook привело к тому что этими как раз методов приложений может быть больше 65 тысяч и facebook как раз это по-моему одни из первые кто с этим столкнулись и попробовали решить эту проблему они собственно вообще делали решение сами они патчили на лету дал вик вирту машин это очень увлекательное чтение если захотите можете поискать как они свое время решали эту проблему но google спустя какое-то время собственно решил за нас проблему называется штука multidex support library вот я надеюсь вы помните на первой лекции кирилл рассказывал о том как вообще приложение android устроена да и там он рассказывал что вот эти java классы когда они компилируются в байт кайт да соответственно после этого они еще компилируют специальный байт код уже для virtual машины андроида для дал века называется она dex до dx компилятор соответственно у вас формировался раньше файл назывался он класс из . dex он был один да и в нем были все объявлены ваши классы с там со всеми вашими методами и соответственно он не загружался что делает multidex library при сборке вашего проекта если у вас превышает 65 тысяч методов у вас создается второй класс dex да у вас класс dex потом там класс из 2 . dex там и может быть там три там и так далее потом если ваше приложение в нем есть класс специальный application если он унаследован опять же от multidex application при запуске у вас будет загружаться не один вот этот dex файл а несколько последовательно и у вас все методы соответственно будут найдены и подгруженные приложение не будет падать от того что собственно она не работает значит если вы запускаетесь на android 5.0 и выше там по умолчанию уже каждое приложение у нас ли ну как бы класс application умеет загружать несколько вот этих dex файлов но если вы запускаете на android 4x например kitkat там у вас обязательно должен класс application быть унаследован от multidex application про это как бы надо не забывать это довольно важная вещь есть способы минимизировать количество методов которые у вас есть про это возможно мы поговорим немножко где-то ближе к концу курса когда будем говорить о подготовке приложениях публикации есть утилита называется pro guard с помощью нее можно вырезать неиспользуемые методы да так уменьшается размер приложения но собственно бывает и этого не хватает поэтому вот support library есть полезная вещь multidex support library и и можно использовать ну соответственно там есть фрагмент про них говорили notification compact это работа с нотификациями мы про них будем дальше еще говорить нотификации тоже менялись от версии андроида да от одной к другой поэтому наш на одной что-то новое появляется на другой нету для того чтобы как-то это поддерживать надо использовать notification compact так есть потом там view пейджер я думаю многие видели интерфейс типа карусели да когда вы пролистываете экраны влево-вправо там вот это называется элемент view пейджер на самом деле сейчас его уже использовать не обязательно вместо него можно использовать специальный класс recycler view про него мы поговорим позже но вот view пейджер достаточно длительное время используется именно для таких интерфейсов для пролистывания экранов и он находится как раз в support library там есть класс loader опять же потому что он тоже есть не на всех версиях процесс системы про него поговорим когда будем говорить об асинхронной обработке информации вот ну и соответственно файл провайдер там для шаринга частных файлов но он редко кем используется ну тут перечислено что где есть в версии 7 например есть action bar да я думаю вы уже привыкли что у вас приложение которое выглядит на экране у него есть обычно такая шапочка да то есть полоска вверху на которой находятся какие-то кнопочки и еще такие три палочки называется гамбургер меню значит вот эта панель называется action бар она опять же появилась тоже не сразу на какой-то версии операционной системы там на на 2x и его не было например там каждый лепил кто во что гораст свои action бары они потому что очень нравились опять же этот элемент пришло пришел из аэс там он был изначально с кнопками на андроиде его собственно хотели получить фактически еще во времена android 2x там есть карт view опять же я думаю вы видели там в каком-нибудь google play маркете что у вас картинки с приложениями не выглядят в виде таких карточек до небольшого размера и они достаточно красивые то есть закругленными краями тень отбрасывают вот этот элемент называется карт view для того чтобы вам не делать свой элемент такой с помощью него можно задавать как раз есть там параметр или вейшин да как он ну насколько высоко как бы над экраном до тень отбрасывает и вот это закругленная главе края там есть grid layout но это сетка разметки там есть соответственно библиотека полит мы про нее будем говорить и там есть очень важная вещь называется на recycler view про recycler view будем говорить по моему на следующей лекции это один из самых часто используемых сейчас по моему классов в android приложениях без него по моему нету ни одного android приложения это на самом деле списки различные ну и не только но в основном списке так но в версии в 8 появился в свое время рендер скрипт это специальная штука которая там можно вроде как писать на нем быстрые приложения по умник никто этим сейчас не пользуется вот но и в 13 появилась ну измененная вещь связанная с фрагментами до появились фрагмент compact этап хост значит одно время были популярны и переключение экранов с помощью панели табов наверху она находилась да там тоже как закладочки там один топ-2 топ-3 на самом деле она вот появилась подержалась какое-то время и исчезла спорю и зрение да сейчас тоже google не рекомендует использовать ее так ну в 18 это соответственно поддержка всяких телевизоров появилась долин бэк мы к сожалению в этом курсе не сможем затронуть телевизора это отдельная тема может быть вы с этим познакомитесь отдельно так ну давайте я покажу небольшое демо давайте смотреть машин наш маленький пример но для начала запустим приложение посмотрим как она выглядит приложение на самом деле очень простое тут просто набор кнопок но нам пригодится при разборе различных ее элементов это просто список как видите он прокручивается значит все ничего такого сложного нет теперь давайте смотреть значит во первых вот наш проект да мы уже создавали пробное приложение на первой лекции в принципе я надеюсь что вы уже немножко знакомых кто-то уже попробовал дома android studio запустить создать приложение я думаю что надеюсь что вы это сделали чтобы понимали значит что у нас происходит здесь значит смотрите у нас есть манифест файл в котором у нас объявлено наше приложение значит у нас здесь используется только один permission интернет про permission еще будем дальнейшем говорить это просто что нам нужен доступ к сети дальше у нас соответственно наши application тут в нем как видите много activity и и старт активити у нас получает соответственно интент который у нас находится в лончере если мы посмотрим android studio вот да вот здесь вот эмулятор то вот у нас там вот эта иконка нашего приложения вот чтобы вот она здесь появилась должен быть вот этот интент фильтр если у вас его нету в приложении у вас лончере не будет ни одной иконки и фактически запустить ваше приложение способа не будет 1 activity хотя бы должна содержать такой может несколько activity содержать вот этот интент фильтр да например 2 это конечно редко когда встречается но в свое время google сделал так у них было две иконки одна для открытия карт от другая для открытия навигации это было на самом деле одно и то же приложение google maps просто иконка с навигацией попаду вы попадали в активе вики сразу в режиме навигации да когда у вас 3d обзор а иконка с карты открывала карту соответственно в режиме просмотра такое в принципе делать иногда можно вот но это редко встречается дальше у нас список activity который без такого фильтра да то есть они у нас будут так открываться изнутри нашего приложения вот и есть веб view activity значит она у нас реагирует на то что она получает экшен view соответственно дата там должна быть с url схемой http и хост mail рутом так далее и еще категория дефолт и браузером вот этот вот фильтр такого типа он указывает о том что мы можем открывать ссылки которые начинается на http да и соответственно хост то есть до адрес сервера у нас начинается там на mail.ru то есть в принципе все мы его рушные вот можно соответственно как-то его по-другому оформить это сделано для того чтобы вам показать как можно как раз браузер открывать из приложения вот теперь давайте посмотрим сам код смотрите вот здесь вот если у вас package name вашего приложения да то есть вот эта вот часть полностью совпадает там с тем соответственно как у вас иерархия вот этих пэкеджей внутри приложений уже на java уровне то вы можете использует сокращенную нотацию вы можете указывать только вот здесь точечка и потом класс активить это значит что он находится вот в этом package name да вот здесь вот иначе вам надо указывать соответственно полный package да если у вас он не совпадает с тем что объявлено в android айди переходить к нему кстати можно прямо вот отсюда насколько я помню да да вот на в mac os это нажать контент и команд в в windows и по-моему с контролом вы нажимаете и кликаете сразу открывается вот этот класс значит как вы видите вот этот класс он наследуется от об комп от activity там реагирует на клик листинер это чуть позже кирилла расскажет для чего надо вот в нем соответственно есть несколько методов есть метод он креет в методе он креет конечно надо не забывать всегда вызывать родителя до сапер про это надо не забывать все методы которые внутри активики в переопределяете он креет он стоп он резюм вы также вызываете и у родителя этот метод чтобы у вас не сломалась грубо говоря работа вашего приложения потом вызывается метод сет контент view он устанавливает разметку на вашей активите здесь потом там адаптер создается потом опять же будет что это такое и там соответственно у листвию устанавливается этот адаптер как вы видите количество кода но небольшое фактически здесь произведена просто начальная инициализация нашей активите да как я говорил к это как конструктору класса просто мы задали разметку и просто мы проинициализировали те элементы грубо говоря с которыми мы будем в дальнейшем работать все больше нам здесь ничего не надо методы он стоп он старт он резюм нам не нужны в данном случае мы ничего не хотим в этих методах в принципе вызывать нам в этом необходимости никакой нету потому что собственно у нас список константный он у нас не берется не по сети ниоткуда не загружается соответственно вот набор элементов вверху до который будет отображаться в этом списке поэтому нам никак не надо реагировать там на старт стоп там и так далее метод он клик он соответственно реагирует на нажатие какой-то кнопки значит смотрите вот здесь в самом начале сэнд месседж здесь соответственно есть им плесить intent до объявлено здесь показан как собственно открывать вот этот вот им плесим тентент который говорили да не явный которые собственно когда мы не знаем какое активе тем и откроем мы просто здесь указываем что мы хотим открыть страницу хттп mail.ru да и все и кто-то за нас это сделать и вызываем метод старт активите вот соответственно он есть у нас а а вот здесь пресс здесь уже эксплисит intent здесь уже явно заданный дат не соответственно intent мы знаем что нам надо открыть активите вот это строят активите мы не и можем опять же перейти по контролу там или по команду если мы нажимаем и кликаем опять же это активите у нас следована я вот об компакт активите и внутри нее что-то здесь происходит вот значит соответственно это класс который есть у нас мы его знаем поэтому мы объявляем сюда ставим контекст сюда мы передаем класс и вызываем старт активите все как бы достаточно просто как это там работает соответственно ну когда вы смотрите это в эмуляторе у вас есть вот такой список кнопок у вас есть соответственно вот здесь две кнопочки один одна кнопка откроет вот такую активите да это второе активите мы из нее можем спокойно вернуться в первую вот так кнопочку и назад еще раз и она отображается если мы нажмем вот здесь кнопочку да это recent applications называется вот этот хром можно закрыть он как раз показывает вот этот вот таск до про который мы говорили то есть набор активите и здесь последний активите которая в стеке как бы первое находится до таск у нас сейчас один мы в него можем вернуться вот если мы нажимаем кнопку я там send message она у нас пытается открыть вот этот вот http адрес и как видите она предлагает либо открыть google chrome либо наше собственное приложение потому что мы тоже умеем реагировать на вот этот action view и соответственно вырабатывать схему если мы нажмем вот сюда вот action 3 у нас откроется вот наша страничка там mail.ru внутри нашего приложения да есть вот видите заголовочек если мы нажмем сюда recent applications то опять же показывается наш стек и мы нажимаем назад а вот если мы нажмем выберем хром то это уже открывается в другом приложении и если мы нажмем на кнопку вот сюда recent applications то как видите у нас здесь уже два таска да потому что другое приложение оно создается в своем таске и у него будет свой стек активити и мы не обязательно должны например закрывать вот это окно для того чтобы вернуться обратно в свое вот сюда вот да то есть вот мы вернулись а хром у нас остался открыт и мы можем между ними можем переключаться с помощью кнопки recent applications вот это собственно очень полезное поведение дав вот как я говорил когда можно управлять пересоздание созданием отдельных тасков иногда это бывает удобно для имплементирования там вашего юай теперь что касается фрагмент activity ну тут и и нажать ничего особенного нет есть кнопочка show dialogue показывается на это называется диалог выбора даты дэйт пикер дайлок здесь можно выбрать какую-то данную дату ну вот такую все ничего больше на самом деле не не происходит как это сделано значит у нас есть где-то здесь фрагмент активити вот мы ее создаем тоже с помощью explicit intent и и вот она находится значит смотрите она очень простая это активити наследуется этап компат теперь смотрите вот здесь задается ее разметка про разметку сейчас как раз будет рассказ что это такое я пока открою как видите она очень простая здесь есть один элемент внутри называется он frame layout кирилл вам сейчас расскажет что это такое это просто на самом деле но некий пустой объект да там на самом деле ничего нет просто это некоторая область которую вы как раз хотите заменить до в в разметке на вот этот фрагмент соответственно что мы делаем получаем суппорт фрагмент менеджер если у нас нет никакого стейта то соответственно мы говорим вот этот вот айди фрагмент да еще раз открою разметку видите у него есть айдишник называется айди фрагмент можете назвать его как угодно к нему вы можете обращаться из кода вот он у нас р айди фрагмент дальше мы создаем наш простой фрагмент new simple фрагмент метку ему какую-то можем поставить это на самом деле строк строка и вызывай метод комит ничего для чего сделано вот это до проверка сейвы стоит как видите это то что объект который нам приходит сюда как я говорил если у вас активе те уничтожает с операционной системы и потом пересоздается при перепаду при повороте экрана то у вас соответственно и фрагменты будут пересозданы это означает что если у вас пришел вот сюда какой-то объект он не нулевой значит фрагмент за вас пересоздала операционная система и вам заново его помещать туда не надо если же объект ну да на входе то есть операционная система не пересоздавала за нас до ничего либо это первый запуск приложения либо соответственно у нас ничего не сохранилось то мы сами должны соответственно этот фрагмент создать и поместить фрагмент внутри очень как бы простой у него там соответственно есть метод он креет в котором ничего не происходит он сейв инстант стей тоже мы ничего не сохраняем но есть метод он креет view вот этот вот метод креет view он возвращает view значит у вас фрагмент для того чтобы вот в этой области куда мы его поместили должен показать какую-то вьюшку да то есть ну иерархию view вот иерархия view это означает что у вас есть родитель и там дальше как такая древовидная система то есть элементы которые называются child дети которые к нему пристыкованы вот вы вот эту вот родительскую корневую вью здесь создаете вы ее можете извлечь из ресурсов для этого вам на входе приходит сюда вот объект называется layout inflator вот и вы извлекаете соответственно разметку вот этого корневого элемента из ресурсов дальше вы там можете найти элемент кнопку и на нее как-то реагировать значит при нажатии на кнопку что происходит берется создается фрагмент еще один который называется simple dialogue fragment и он показывается соответственно это как раз наш вот этот вот фрагмент с выбором даты так примерно происходит управление фрагментами вот ну а подробнее вот про разметки кнопки там и так далее это будет вот у нас в следующей части сейчас давайте прервемся и дальше продолжим сейчас мы поговорим о том как и чем наполнить наше приложение с точки зрения визуальных компонентов какие есть виджеты какие элементы можно использовать для того чтобы отобразить пользователю контент как с ними взаимодействовать какие есть варианты расположения этих элементов на экране разрабатывая наверное любое android приложение вам придется столкнуться с визуальными компонентами с добавлением его элементов каких-то с виджетами поэтому необходимо уметь с ними работать необходимо знать какие есть встроенные компоненты и в дальнейшем мы поговорим о том как создавать свои компоненты которые отличаются от тех что есть студии есть в сдк есть которые могут быть довольно сильно кастомизированы и вообще в общем делать удивительные вещи быстро красиво прям так как хочет ваш дизайнер или ваш безумный заказчик и начиная об элементах юая первый класс которым сталкиваемся это класс view view это собственно есть виджет все элементы которые вы увидите на экране приложения на экране ваше устройство ваше приложение они все являются объектами инстансами вот этого класса view все остальное это наследники и и вообще иерархия довольно глубокая есть view есть группы этих few дальше иерархия делится на два таких больших типа это текст view элементы которые могут содержать себе текст и имидж ее это элементы которые могут содержать себе какое-то изображение также есть большая группа виджетов это в группы и группам относится как раз элементы лаяутов это такие элементы view которые могут себе содержать другие компоненты и умеют их как-то позиционировать друг относить на друга обо всех них мы сейчас немного поговорим вообще эта часть она включает себя такое ознакомительная информацию об этих элементах view мы поговорим только об основных которые вам понадобятся непосредственно ближайших работах в общем-то для большинства несложных приложений с в общем-то не он не очень сложным дизайном этого будет достаточно большинство польских задач вы сможете решить с помощью этих компонентов ну наверное да вот давайте посмотрим на них первый самый простой элемент от text you text you это виджет который умеет отображать текст мы уже видели его на прошлой лекции в нашем первом приложении здесь вот если посмотреть на экран вот этот элемент является текст view далее один из основных элементов это image view image view это элемент который умеет отображать картинку собственно экране image view бывает элемент который просто отображает картинку а бывает элемент который совмещен с кнопкой это image button это картинка которая умеет обрабатывать нажатие и вести себя визуально как кнопка ну очевидно есть простая кнопка с текстом простая кнопка с текстом является наследником text you и есть уже разные более изощренные визуальные элементы такие как switch здесь какой-то прогресс прогресс бар чекбокс и что что там еще еще у нас есть прок что не сказал радио баран и это кнопки которые поддерживают соответственно единичный выбор у нас есть спиннеры спиннеры это элементы которые отображают загрузку то есть если вы видели в приложениях когда появляется специальный визуальный компонент в котором крутится такой бегунок это вот есть спиннер как правило все не любят потому что если вдруг у вас какие-то проблемы в сети или приложение зависло сделать какую-то долгую обработку появляется вот этот спиннер и в общем все ждут и пользователи в общем страдают негодует и расстраиваться почему ваше приложение работает так долго и они постоянно видят этот крутящийся спиннер выбью в это тоже важная часть визуального визуальных ну визуально важный виджет он позволяет вам открывать браузер в вашем приложении собственно отображать какой-то либо веб-контент либо непосредственно переходить на какие-то внешние веб-сервисы веб-страницы бывает очень удобно и в общем то необходимо в вашем приложении например если взять приложение почта mail.ru то контент письма которые увидите это собственно в объем в каком-то виде мы отображаем верстку виде html обрабатываем ее javascript там собственно форматируем этот текст и отображаем виде веб-контента довольно много приложений используют такой подход и веб-вью позволяет сделать так чтобы вы взаимодействие с приложением не замечали того что вы работаете с веб-контентом как будто это обычное текстовое представление внутри вашего приложения внутри нативного приложения не в браузере давайте пойдем дальше есть и более сложные элементы которые представляют собой какие-то какой-то набор вот этих примитивных визуальных элементов такие элементы как например date picker у юры на примере в приложении этот date picker был во фрагменте по нажатию на кнопку на самом деле это диалог в котором есть какие-то какой-то кастомный нарисованный циферблат который обрабатывает кастомные нажатия кастомную анимацию но тем не менее это оформлено виде view также есть image picker есть какие-то кнопки для зума медиа контроллеры для работы и собственно со воспроизведением звука и видео и различные визуальные элементы с анимациями которые тоже делают ваше приложение более отзывчивым более красивым и в общем могут быть использоваться могут использоваться для того чтобы как-то разнообразить поведение приложения и часто отвлечь например пользователя при выполнении какой-то долгой операции вообще вот этот шаблон отвлечения пользователя он довольно популярен сейчас и яркий пример это экран загрузки операционной системы android если вы наверняка те кто пользуется android телефона видели при запуске приложения он при запуске операционной системы там происходит довольно красивая анимация вот переливаются какие-то элементы все это сделано для того чтобы процесс загрузки казался для вас менее мучительно долгим вы смотрите на эту анимацию она вас развлекает и кажется что процесс происходит быстрее и шаблон применяется во многих местах в том числе приложениях и часто туда вставляется какая-то красивая анимация которая на время занимает вас делая эти визуально скрашивая и сокращая ожидания которые вынужденно существуют приложениях эти элементы view необходимо как-то располагать на экране вашего приложения для того чтобы это делать существует специальный элемент это вьюгруппа вьюгруппа по сути это контейнер для view в android существует несколько уже заранее сконфигурированных вьюгрупп они являются лояутами для того чтобы разместить элементы на view например в активите нам необходимо создать лояут и внутри этого лояута добавить соответственно визуальные элементы view но лояуты могут включать себя и другие лояут как мы видели на примере с фрагментов основных лояутов довольно немного первый самый простой который мы используем в наших приложениях собственно с которого начнете вы это релать и линер лояуты это специальный тип лояутов которые позволяют отображать элементы либо линейно последно друг за другом либо относить друг относительно друга есть довольно простой фрейм лояут который не поддерживает какую-то многострочность элементов отображает элементы в виде одного окна накладывает друг на друга также есть ты была я вот это довольно устаревшего я сейчас редко применяется в современных приложениях и чуть позже по ходу нашего курса мы поговорим о новых типах лояутов таких как координатор layout и constraint layout которые добавились в операционную систему android совсем недавно мы будем говорить о них в рамках материал дизайна и новых визуальных компонентов давайте чуть подробнее поговорим о самих лояутах абсолют layout это когда-то был базовый layout для всех основных view group он считается deprecated устаревшим и если где-то увидите пример с использованием абсолют layout то не смотрите уже на них он устарел его использовать своих приложениях не надо в общем он здесь для того чтобы обратить ваше внимание на этом вот не используйте его frame layout самый простой layout который позволяет в общем размещать элементы на всей доступной для него области если мы во frame layout помещаем два элемента view то они будут визуально накладываться друг на друга то есть он не поддерживать никакого порядка элементов друг относить на друга здесь у нас есть image view с картинкой гомера и есть текст view с надписью и вот визуально видно что текст он наложен на картинку и они все отображены как бы по центру этого окна который который доступна для этого я вот определено это вот здесь fit center это скейл для картинки сам frame layout он занимает всю доступную для него область фил парент это также устаревший атрибут сейчас чаще применяется атрибут match парент для того чтобы указать layout что он возможность использования всей доступной для него области ты был я вот этого я вот который позволяет вам организовывать элементы в таблице это тоже достаточно старый элемент view он был популярен версиях наверно 24 далее появился с выходом пятой версии наверно grid layout который позволяет организовывать layout в виде условных сеток и table layout стал использоваться реже и в общем для того чтобы решить задачу расположения элементов как-то структурировано в виде таблицы либо сетки предпочтительно сейчас использовать grid layout он содержится в support лайбряре в целом table layout также подойдет он позволяет вам организовать табличный layout у него есть элементы row row определяет собственно строку в таблице для того чтобы определить отображение элементов столб c у него специальный атрибут в я откалом собственно он позволяет сконфигурировать отображение элементов столбец далее очень важный layout это фрейм layout фрейм layout это layout который позволяет вам позиционировать элементы друг относительно друга и относительно родительского контейнера в котором эти визуальные элементы находятся наверное это один из самых популярных layout of которые используются при верстке экранов в android приложениях потому что он очень удобен когда нам необходимо расположить элементы как-то не линейно а каким-то сложным образом то относительно расположение этих элементов как правило всегда помогает решить эту задачу довольно изящно и просто элементов view есть такие зависимости как расположить с левого края от родителя расположить по центру родителя внизу также относить правее чем элемент справа отобразить правее чем элемент слева мы посмотрим это на примерах но это очень удобные атрибуты которые позволяют довольно гибкой и просто располагать эти элементы view на по разным местам вы отведенного пространства в окне альтернативой рэвать файл а то сейчас существует констрейнт layout который позволяет отображать располагать элементы view согласно некоторым ограничениям это новый тип layout а он на самом деле зарелизился наверное несколько месяцев назад до этого он был довольно долгое время в бете сейчас он достиг производительности сравнимой с рэвать файл аут поэтому его уже можно и встретить приложениях которые доступны маркете он стал довольно широко использоваться мы будем про него они ему о нем говорить когда будем рассматривать визуальные элементы характерные для материал дизайн и почему-то он последний но он один из самых базовых это linear layout это layout который позволяет располагать элементы линейно и последовательно у linear layout есть обязательный атрибут это orientation соответственно есть два варианта задания orientation на горизонтальной и вертикальной это направление собственно расположение этих элементов в пространстве это значит что каждый последующий элемент view в иерархии будет располагаться либо добавляться горизонтально к этому элементу то есть вставать за ним правее либо лоял будет расти вниз при добавлении каждого следующего элемента он будет добавляться ниже предыдущего элемента view это очень простого я вот он очень быстро в расчетах и измерениях соответственно в отрисовке поэтому если говорить о предпочтительности использования этих лоялтов то в первую очередь нужно рассматривать возможность использования линер лоялта как раз виду его скорости работы он использует одно измерение на обход view то есть когда элементы view будут отрисовываться на экране android работает так что ему необходимо измерить доступное пространство вот для линер лоялта необходим один обход всех визуальных элементов для того чтобы получить все размеры виджетов для ревать файл то необходим двойной обход как раз для того чтобы учесть относительность этих элементов друг относить на друга за счет этого он работает медленнее но тем не менее он работает быстрее чем constraint layout сейчас поэтому с точки зрения рекомендаций в первую очередь попытайтесь решить вашу задачу с помощью линер лоялта если линер лоялт вам не позволяет это сделать либо у вас по его получается довольно высокая вложенность этих лоялтов рассмотрите возможность использования ревать файл от как правило на этом вы остановитесь потому что строить файл там вы сможете решить задачу которую вы пытаетесь реализовать тот юай который вы пытаетесь делать либо который от вас хочет получить дизайнер и еще один важный элемент расположения элементов на окне это гравити гравити это точка притяжения этих элементов в отведенном пространстве гравити может быть по центру кверху к низу у гравити есть два атрибута это я у гравити и просто гравити соответственно гравити это расположение элементов внутри контейнера лоялт гравити относительно родителя то есть если у нас есть линер лоялт и мы определяем лоялт гравити как топ у элемента то этот элемент в границах лоялт гравити расположится у верхней границы соответственно это касается и центр и ботом соответственно по центру и внизу если мы используем элемент гравити у линер лоялт менеджера то сам элемент в рамках родителя то есть в рамках windows в которых он содержится он собственно позиционируется по центру располагая внутри себя уже элементы относительно там свои границ которые заданы в рамках родителя давайте мы посмотрим это на прийти на примерах так ну давайте посмотрим на наши вьюшки и лоялты на рабочем примере так вот у нас есть его и элемент с активити и у нас тут на самом деле посмотрим на лоялт и активити вот что мы здесь видим у нас основной контейнер это frame layout внутри него содержится специальный визуальный компонент это scroll view это view которое позволяет обработал обрабатывать движение скролла по экрану и внутри scroll view содержится второй контейнер linear layout он соответственно позволяет нам организовать последовательно вложенные виджеты у linear layout orientation атрибут задан как vertical то есть элементы на этом экране будут отображаться вертикально у нас есть текст view батон несколько имидж контейнеров прогресс бар сик бар и рейтинг и спиннер студии мы можем посмотреть как это будет выглядеть наверно да если он переключился во вкладку дизайн то мы увидим как визуально примерно будет выглядеть наш его и на устройстве вот справа есть интересная view это как раз view которая была добавлена библиотеку для constraint layout of в общем в таком отображении можно видеть границы элементов и если мы будем использовать новый layout constraint layout здесь будут отображены еще такие расстояния до элементов с измерениями так как сейчас у нас простой frame и linear layout то здесь просто видны границы элементов как они друг с другом соотносятся и как раз вот это вертикальная ориентация здесь видна здесь элементы расположены друг против она друг за другом и между ними нет никакого расстояния то есть следующая вишка начинается сразу под предыдущий давайте запустим вот выглядят они немножко отлично от того что мы видели на нашем макете спиннер стал анимированным также рейтинг бар у нас рейтинг бар тоже должен работать скроу бар тоже работает все это все эти экшены и это поведение она инкапсулирована в самом элементе view то есть для того чтобы как-то обработать эти клики либо добавить эту анимацию мы собственно делали ничего вам просто добавили элемент разметку и он отображается так как собственно от него ожидается то же самое будет относиться и кнопки если мы на нее нажмем то видно некую анимацию которая собственно происходит по клику это стандартная анимация стиле материал дизайн также есть некая тень которая распространяется по элементу кнопки при клике это тень называется ripple это тоже одна из основных характеристик материал дизайна все кликабельные элементы в рамках материал дизайна должны иметь вот это свойство ripple при нажатии если мы нажмем на image button то здесь тоже видно что на ней есть ripple соответственно картинка не кликабельна и по клику ничего не происходит также ripple есть по крайней мере должен быть видно на самом деле он там есть и когда вы будете делать свои какие-то rate bar элементы нажатия по этим компонентам они должны желательно чтобы имели вот эти трипл эффект чтобы пользователь визуально понимал что он совершил какое-то действие и видел собственно ассоциировал с элементом на экране и ему было понятно что его клик привел каким-то изменениям интерфейс давайте посмотрим на собственно класс view от которого наследуются все наши визуальные элементы вообще для того чтобы понимать как работает система как работают визуальные компоненты я рекомендую вам часто чаще заклядывать в исходный код этих компонентов в общем то читая исходный код становится понятно как работают те или иные вещи и какие методы и интерфейсы те или иные объекты и компоненты из для к предоставляет каждый наследник элемента view умеет обрабатывать клики скроллы и различные тачи венты так как это умеет делать непосредственно базовый класс view и в рамках базового класса view определенные интерфейса которые собственно умеют обрабатывать эти элементы эти нажатия и действия с виджетами в частности давайте мы посмотрим один из основных наверно событий которые вам понадобятся ближайшую очередь это собственно событие клик клик на кнопки вот в предыдущем экране мы видели что клик по кнопке вызывает тост и я сейчас покажу как это сделано у нас кнопка это уж батон определяется она в методе он креет активити существует специальный метод find view баэди который по идентификатору определенному в xml файле разметки находит наш элемент view откуда взялся этот ряд пуш батон ну если мы посмотрим сам файл layout а то то мы увидим что у кнопки есть вот такая строчка эта строчка ассоциирует некий идентификатор именно с этим элементом view в нашей разметке и когда мы вызываем этот find view баэди sdk ну фреймворк собственно он умеет ассоциировать айди которую там в особом формате про которое тоже немного расскажу вот именно с этим объектом что такое вот этот объект в xml на самом деле это некая некий текст который не является джава объектом собственно именно этот элемент мы никак не можем адресовать в нашем активите для того чтобы этот элемент превратился в объект батон в андроиде существует layout inflator layout inflator это специальный инструмент который позволяет превратить вот это описание xml разметки в джава классы джава объект из которой мы потом сможем работать в рамках нашего андроид приложения работает он достаточно сложно это такой очень сложный и требующий ресурсов элемент в работе операционной системы абстрактно там используется рефлексия и в общем по имени класса мы фреймворк находит соответствующие джава классы и создает их и затем нам предоставляет уже созданные экземпляры соответствующих классов и когда мы вызываем метод find view by id как раз платформа находит по соответствующему идентификатору элемент view и возвращает его нам почему здесь вот этот каст это явное приведение типов но ввиду того что вот этот инструмент в я вот и фейтер и в частности метод find view by id они на самом деле ничего не знают о том какой элемент view мы туда разместили все вьюшки являются наследниками класса view и layout inflator создает элементы условно гре класса view то есть они все имеют тип базового класса поэтому для того чтобы нам начать работать с именно баттоном нам необходимо выполнить явное преобразование типов это подход который но приводит довольно многим ошибкам и надо быть внимательным вот в этом месте на самом деле есть инструменты сейчас и разработки которые позволят избежать от этого явного класс каста но пока во всех версиях sdk необходимо явно приводить тип вьюшки к тому типу с которым вы планируете работать на самом ну вы можете создавать их из кода то есть можно взять layout создать здесь в я вот потом у этого я вызвать метод at view и добавить явный instance view но это довольно громоздко и неудобно то есть вы во первых не видите макет в отличие от xml разметки во вторых вам необходимо прямо из кода настраивать все отступы и все относительные размеры и расположение этих элементов с точки зрения дизайна и ну создание этого дизайна это трудозатратное это это долго неудобно именно инструмент xml разметки он позволяет вам намного быстрее создавать соответствующий верстки и проверять достигли вы свои результаты или нет в противном случае вам понадобится постоянно запускать приложение проверять как расположены элементы и собственно что-то менять перезапускать это снова вот то есть тут наверное такой трейдов между удобством использования и в общем удобством использования из кода вот собственно надо быть аккуратным когда мы делаем соответствующий каст элементов здесь ввиду того что по этому айди может оказаться другой элемент либо вы использовали ошибочные идеи собственно то вместо спиннера текст you или и мы шью и здесь произойдет класс кастов крат эксепшен и ваше приложение упадет у пользователя в руках они это не любят что такое вот этот эра иди уж батон вот мы видели в xml какую-то строчку которая присвоила этот идентификатор и здесь уже он выглядит немного по-другому если мы посмотрим на этот файл вот на этот файл то мы здесь увидим где-то здесь мы увидим наш пуш батон где наш пуш батон ваше дело ваше дело ваше дело ваше дело В общем, он стал слишком умный. Мы пришли сюда же. Ну, давайте на этом примере посмотрим. В общем, у нас есть некие переменные типа int, и к ним присвоен int-идентификатор. Где-то существует маппинг между, собственно, элементами, объектами view и вот этим идентификатором. Собственно, то, что мы в XML присвоили некое значение, оно затем добавляется в специальный сгенерированный файл r в виде int-константы. И когда мы из Java работаем с… пытаемся найти элемент на вьюшке, то мы указываем эту константу, и затем, когда платформа начинает обходить дерево вьюшек, оно ищет соответствующий элемент view. Вот по этой константе возвращает нам этот элемент view. Вот. Собственно, так работает этот findViewById. И как мы видели, view имеет иерархичную структуру, то есть это на самом деле некое дерево. Каждый раз, когда мы вызываем findViewById, мы делаем обход этого дерева в поисках соответствующего элемента по соответствующему ID. Отсюда есть рекомендация вызывать findViewById как можно реже, чтобы избежать лишних обходов этого дерева. Ввиду того, что сама структура это может быть довольно большая, и чтобы минимизировать эти операции на UI трейде, желательно кэшировать все элементы view, как это сделано с нашей кнопкой. Мы в onCreate и сохранили ее в поле, и далее работаем уже с объектом, сохраненным у нас в поле, в Activity, не прибегая постоянно к findViewById. Это подход, который стоит применять в работе с UI элементами в Activity. Итак, что же теперь с нашим кликом? Для того, чтобы обработать клик на всех view, есть метод setOnClickListener. Метод setOnClickListener позволяет установить объект, который будет обработчиком события клика на эту view. Как я уже сказал, клик-листенер можно определить для каждого элемента view, поэтому на всех виджетах есть такой метод setOnClickListener. Этот метод принимает реализацию интерфейса onClickListener, который определен в классе view. Поэтому, если мы посмотрим исходный код класса view, то мы увидим, там достаточно много интерфейсов, которые обрабатываются в соответствующие события на элементах view. Там есть OnClickListener, там есть OnClickListener и так далее. Глядя на эти интерфейсы, можно понять, соответственно, какие действия и события поддерживают тот или иной визуальный элемент. То же самое касается и дочерних элементов класса view. Они зачастую обрабатывают какие-то свои кастомные события, как, например, вот этот ratebar, который мы смотрели со звездочками. Соответственно, клик по каждой звездочке — это какое-то свое событие. И в классе ratebar определен интерфейс, который можно передать в качестве обработчика соответствующего события для этого класса. Все это можно увидеть в исходном коде класса ratebar. В нашем случае мы на нашу кнопку хотим определить обработчик события клика. И по этому событию мы хотим показать сообщение о том, что кнопка нажата. Таким образом, мы в методе setOnClickListener объявляем анонимный класс имплементации интерфейса OnClickListener. У этого интерфейса всего один метод — OnClick. В качестве аргумента сюда приходит ссылка на view, по которой, собственно, был клик. Здесь не button, потому что и интерфейс, и, собственно, вот этот объект, они все определены в базовом типе и работают, собственно, с базовой view. Если мы сделаем явное приведение типа кнопки, то все сработает, ввиду того, что это ссылка на тот элемент, по которому, собственно, клик этот и произошел. Лучше этого не делать. То есть вам пришел базовый элемент view, ну и, скорее всего, вы хотите просто обработать это событие, возможно, как-то изменить состояние этой viewшки. Как правило, базового типа достаточно для того, чтобы как-то модифицировать эту view. Ну и для того, чтобы показать диалог, мы используем стандартный класс Toast, метод MakeText. Это простой инструмент для того, чтобы показать какое-то событие пользователю, какое-то сообщение. Ну вот я еще раз покажу. Он выглядит вот таким вот образом. Вот. Он часто используется, когда, например, пользователю надо показать какую-то ошибку, либо вывести какое-то сообщение. Особенность его в том, что его можно вызвать, в общем-то, из любого места вашего приложения, так как у него есть статичный метод MakeText. Ему необходим контекст. Это может быть и контекст приложения. Не обязательно контекст activity. И, собственно, текст и параметр длительности показа этого сообщения. Даже если вы свернете приложение, диалог все равно продолжит показываться. В общем, ничего не произойдет, даже если состояние визуальных элементов вашего приложения уже будет не готово к тому, чтобы показывать этот диалог. Ну, это сообщение. В общем, достаточно удобный, достаточно гибкий инструмент и очень простой в использовании. Вы можете при работе над своими домашними работами, либо при работе над проектом использовать его в качестве вывода каких-то сообщений статусных, там, или для дебага. Вот мы часто используем, особенно при разработке, когда необходимо посмотреть какой-то статус. Ну, вот даже Google что-то использует. Вернемся в приложение. Я говорил о том, что есть два основных и первых лояута, с которыми вы познакомитесь в первую очередь, это Relative Layout и Linear Layout. У нас есть пример Linear Layout. Здесь у нас есть несколько кнопок с соответствующими обработчиками и с заданием Gravity в соответствии с примером, который был на слайде. И есть Relative Layout с указанием расположения элементов друг относительно друга относительно родительского элемента. Давайте посмотрим, как в коде это сделано. Вот наш Relative Layout. Соответственно, Layout определен как родительский элемент этого, этой вьюшки. У нас был Layout button. Ну, давайте на него посмотрим еще через наш дизайнер интерфейсов. Вот у нас есть, соответственно, button, несколько edit-текстов и пара text-view, которые расположены по разным концам, краям нашего экрана. Посмотрим на элементы разметки, как это сделано. Ну, давайте посмотрим. Вот пойдем снизу, и у нас есть элемент с текстом right-center. Это значит, что этот текст-view будет расположен справа по центру нашего экрана. И у Relative Layout есть соответствующие атрибуты для этого, этих view. В частности, такие как align-parent-right. Это значит расположить элемент в родителе справа. И center-vertical. Это значит, что расположить элемент по центру в родителе. Если вы попробуете указать эти атрибуты в linear layout, то, соответственно, они не смогут… Ну, их просто не будет в этом layout, и указание этих элементов, оно не даст никакого эффекта. Вообще, если вы в XML будете писать какие-то элементы, которые не существуют в рамках данного layout, то они, вероятно, всего просто проигнорируются. Поэтому бывает, что вы в каком-то layout указываете атрибуты, которые не свойственны для этого layout, и оно не работает. Вот надо проверить еще раз, что контейнер, родительский layout, в котором эти view-шки находятся, он поддерживает те или иные атрибуты, и, соответственно, эти элементы согласованы между собой. То же самое касается… Ну, точно так же указаны в bottom center расположение элементов в родителе, как bottom и center horizontal, соответственно, расположить в родителе снизу и по центру, по горизонтали. Следующие элементы, они расположены в зависимости друг относительно друга. В частности, элемент editText имеет атрибут to write off, и значением этого параметра, этого атрибута, является ссылка на элемент firstName, который определен выше в layout. Это значит, что элемент editText будет расположен справа от этого textView на нашей разметке. Достаточно простой и удобный способ позиционирования элементов друг относительно друга. Ну и если мы посмотрим на relative layout в сравнении с linear layout, то у него нет атрибута orientation, ввиду того, что этот атрибут в контексте этого layout бессмысленен. В то же время, linear layout, он не может работать без указания этого атрибута. Когда вы попытаетесь скомпилировать приложение, в котором указан linear layout без атрибута orientation, то компилятор вам подскажет, что необходимо его указать явно. Ну, наверное, про layout и вьюшки основные все. Продолжение следует...